Зима не за горами и дорожники Чувашии завершают подготовку к предстоящему сезону. Сейчас главная задача создать необходимые запасы песчано-соляной смеси и привести в надлежащее состояние спецтехнику. Уже с 15 октября все подрядные организации, занимающиеся содержанием республиканских трасс, будут переведены на зимний режим работы. Чтобы первый снег и заморозки не стали сюрпризом для дорожников, к ним необходимо подойти во всеоружие. От этого напрямую зависит безопасность движения на республиканских трассах. Зимой содержанием региональных дорог будут заниматься пять подрядных организаций, с которыми заключены государственные контракты. Их готовность к предстоящему сезону контролирует представитель Чувашу Пордора. У нас в зимний период будет работать порядка 110 дней спецтехники, комбинированные дорожные машины в целом, и роторов, гайдеров. Она на сегодняшний день уже почти, вся уже заготовка по ремонту завершается. С 15 октября у нас полностью подрядчики переходят на круглосуточный режим работы по республике. Помимо ремонта спецтехники, необходимо запастись и противогололедными материалами. На базе воддорстроя в Цивильском районе полным ходом идет заготовка песчано-соляной смеси. Механизированная установка смешивает компоненты в нужной пропорции. По словам директора предприятия, на этой неделе планируется полностью завершить работы. Запасы реагентов должно хватить на всю зиму. Региональные дороги мы обслуживаем в 8 районах. Это у нас Яческий, Шумершинский, Батриский, Комсомольский, Шебоксарский, Цивильский, Красноармейский, Марпасадский район. Республиканские региональные дороги. Муниципальные дороги мы обслуживаем в Цивильском и Красноармейском районе. У нас более 50 единиц КДМ от комбинированных дорожных машин. Но на каждом участке у нас свои фрезы, грейдеры, экскаваторы, бульдозеры для каждого участка у нас. Всего в Чувашии для зимнего содержания республиканских дорог понадобится более 100 тысяч тонн песчано-соляной смеси. И заготовить ее нужно до 1 ноября. При этом качество противогололедного материала проверяется лабораторно. Специально для этого берутся пробы. Пробы доставляются в лабораторию. Там уже методом квартования отбирается аналитическая проба. И с данной аналитической пробой проводятся испытания. Противогололедный материал должен содержать не менее 10% химического ПГМ, то есть соли. Для оперативного реагирования на изменения дорожных условий зимой вся техника должна быть оснащена датчиками ГЛОНАСС. Информация о том, где находится та или иная машина, в режиме онлайн будет поступать в диспетчерскую службу Чувашу Пардора. С учетом опыта прошлых лет, под особый контроль планируется взять аварийно опасные участки.